Дмитрий, вот вы знаете, вот мы с вами пишем стрим в день, когда ликвидирован лидер Хамаса. Это произошло с помощью ракеты. Он спал в особняке в Тегеране после встречи с новым президентом Айтолой Хамени. То есть на самом деле работа МОСАДА, кто это может быть, или это армия обороны Израиля, кто бы это ни был, но это, вот Давид Шарп мне сегодня сказал, что это блестящая работа. Опять же, работа ГУР в Мали, о которой все говорят, и даже работа ГУР в Сирии, о которой все говорят. И в контексте этого вопрос, почему Путина не могут ликвидировать так же? Значит, первое, ну не Айтолла Хамени, значит, вы сказали Айтолла Хамени, нет. Айтолла Хамени, я так понимаю, с ним. Он встречался с новым президентом, он был на инаугурации нового президента Ирана. Почему Путина не могут ликвидировать так же? Отвечаю, Путина могут ликвидировать так же и другим способом, и третьим, и десятым. Нет на то политической воли. Путин очень выгоден Западу, потому что Путин, это человек, которого они очень хорошо знают, с которым у них в течение долгих лет был целый ряд договоренностей, и они остаются наверняка. И Путин эти договоренности добросовестно соблюдает. Он понятный, огромный опыт общения с ним. И кроме того, насколько я понимаю, Запад не хочет распада России, неконтролируемого во всяком случае распада России. Они никогда не хотели распада Советского Союза. Я помню, как в 1991 году сюда приезжал и президент США Буш, и премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер. Выдающиеся люди, которые сыграли большую роль в распаде Советского Союза на самом деле. Но они просили очень украинскую Верховную Раду, чтобы не выходить из состава Союза, потому что они всегда думали о нераспылении ядерного оружия. Вот есть Советский Союз, у него ядерное оружие, а если будет 15 стран, а куда распылится это ядерное оружие, где его потом искать, где его потом ловить. Та же самая история с Россией сейчас. Россия для них понятна, она все равно ориентирована больше в их понимании на западные ценности, чем на антизападные. Россия для них хороша как буфер в борьбе с исламским терроризмом. Поэтому они думают, ну вот Путин пусть остается. Поэтому они не собираются убивать Путина, и они не собираются давать Украине все необходимое для полной безоговорочной победы над Путиным. Вот в чем трагедия. Вот мы так понимаем, что вообще Путин планировал, многие об этом писали, быть на этой инаугурации нового президента Ирана, но он этого не сделал. Все даже обсуждали, что следующим визитом после Северной Кореи, Китая, Беларуси традиционной для Путина, Путин может появиться на инаугурации нового президента Ирана. И вот, пожалуйста, лидер Хамаса, один из зарубежных лидеров, я так понимаю, что у них очень много, был на инаугурации, и вот что с ним произошло. Правильно мы понимаем, что, в принципе, безусловно, что очень сложно ликвидировать Путина на территории России, и безусловно, что Россия является ядерным государством, но поэтому Путин, глядя на такие ситуации, практически никуда не выезжает. Вот что, пожалуйста, в Иране, в Тегеране, одна ракета, один удар, и нет лидера Хамас. У меня есть большие сомнения в том, что Путин собирался присутствовать на инаугурации нового президента Ирана, потому что он вообще мало выезжает в другие страны, вы заметили, за ним охотится Гаага по-любому, он международный военный преступник, и, кроме того, беспрецедентные меры безопасности, а там слишком много народу, это не его, как бы, сегодня приоритет ездить на такие встречи. Кроме того, есть этот гомик Володин, значит, спикер Госдумы России, который, если вы заметили, присутствовал на похоронах предыдущего президента Раиси, который убился в вертолете, и по логике событий именно Володин и приехал сейчас на инаугурацию нового президента. Он, как бы, отвечает сегодня частично за международное направление. Еще, конечно, хочу вас спросить, я уверена, что вы видели, я очень люблю канал Александра Глебовича Невзорова, он всегда очень остро комментирует все. Значит, Кутузов с двумя глазами, значит, так Александр Глебович назвал эти картины, ну, мы их называем «пшонка стайл», только по-русски. Это все было найдено у одного из замов Шойгу по фамилии Булгаков, которого арестовали за колоссальную взятку в Министерстве обороны. Дмитрий, как вообще вы оцениваете вот то, что находится вот на сегодняшний момент в дорогих элитных особняках, топ-чиновников и генералов Министерства обороны? О чем это свидетельствует? Такие картины, значит, пожалуйста, Шакужегетович а-ля Кутузов, ну, как вы это оцениваете? Смотрите, значит, этот генерал армии Булгаков, которого взяли, вообще, что интересно, начальник тыла Российской армии, Министерства обороны России, начальник тыла, что такое тыл? Это тыл. Он генерал армии и герой России. За какие особые заслуги он получил генерал армии, высшее звание в Российской армии и звезду героя России, можно только догадываться, на самом деле тыл подразумевает огромное воровство. То есть командовать тылом – это тырить не по-детски. Поэтому, безусловно, он все это тырил, и он делился по всей вертикали, и там вверх оно шло через Шойгу до Путина. Сомнений никаких в этом нет. Что касается вот этих картин жутких, ну, слушайте, люди из грязи в князи попадали со своих незатейливых мест, где они жили, из незатейливых должностей, которые они занимали вначале, попадали благодаря чему-то на высшие посты, но внутри оставались приземленными кретинами, идиотами, такими, как Булгаков с такой прекрасной фамилией, таким же, как Шойгу. Вот они рисуют друг друга, как Кутузов, как Суворов. Но я вам хочу сказать, что если в особняках наших можно в Латсев пошарить, я к этому не призываю, там можно тоже найти много подобных картин. Потому что мне приходилось видеть, я у Пшонки дома не был, но мне приходилось видеть в ряде домов вот такие портреты, где хозяева их, занимавшие высочайшие должности в Украине в разные годы, были нарисованы в виде патриции в римских, в виде там каких-то, чуть ли не Христа. Понимаете? Ну, это сумасшедшие люди, дорвавшиеся до безумной власти, до безумных богатств, не имеющие ни воспитания, ни соответствующего интеллекта, ни соответствующего противоядия от власти, когда тебе в глаза никто не смеет сказать правду. Вот в результате у них дома висят такие картины. Ну, что тут делать? А тут интересно, знаете, вот в момент, все обсуждают, что почему-то арестовывают всех, и, по-моему, несколько недель назад появилась информация о том, что два заместителя Шойгу странно скончались практически в один день одновременно. Как такое может быть? Не заместители, Даша, арестовывают. Там 4 или 5 заместителей арестованы. И вот эта девушка Шевцова или Шмецова, замминистра обороны, которая, понятно, грудью дорогу проложила себе, она пропала куда-то. Ее что-то не видно. Они могут найти ее. Значит, арестованы, конечно, серьезные люди, серьезные генералы, на которых... Смотрите, Дмитрий, Двух приближенных замминистра обороны Иванова скончались в один... Я сейчас... Мы дойдем до этого. Приближенных, не замов. Я хочу контактировать это. Иксируем. Да, да, да. Значит, Путину необходимо объяснить народу причины неудач российской армии. Если не сейчас, то все равно потом, рано или поздно, ему надо будет объяснить, почему российские военнослужащие, которые приехали сюда на танках с парадной формой, в которой они собирались маршировать на параде победы по Крещатику через несколько дней после захода прорыва государственной границы украинской, почему война затянулась на более чем два с половиной года, почему сотни тысяч убитых, раненых и так далее, почему ничего не взято в результате, а что, где успехи, где вся Украина у ног, где Киев, где Харьков, где Одесса, где Херсон, вроде захватили, ушли. Ему надо это объяснять по-любому. Повторяю, если не сейчас, то потом, поэтому он спишет на воровство. Он скажет, я же думал, что у нас все, как они докладывали, они же вводили меня в заблуждение, они врали мне, они воровали у народа, у страны, и поэтому все произошло. То есть он будет белый и пушистый, а пострадают вот эти ворюги. Что касается двух смертей, обрубают концы, естественно. То есть Иванов серьезный, влиятельный человек. На него замыкались огромнейшие финансовые потоки. Конечно, они все миллиардеры долларовые. Кстати, спасибо им всем. Я говорю, спасибо. Потому что, если бы они так безбожно не разворовывали российскую армию, нам пришлось бы туго. А так, спасибо, что они воровали, спасибо, что русским не во что одеться, что у них деревяшки в бронежилетах вместо брони, что у них каски 43-го года, которые простреливают вообще на раз, пули и так далее. То есть это все благодаря этим ребятам. А то, что так по случайному стечению обстоятельств умирают приближенные Ивановы, это понятно концы в воду. Концы в воду. Там еще будут смерти. Это мне напоминает 91-й год, когда путь ГКЧП бесславно закончился в Советском Союзе. Ну, пошли одна смерть за другой. Значит, сначала Борис Карлович Пуга, министр внутренних дел, покончил с собой, жену убил, застрелил. Потом повесился на шнурке за оконную раму начальник генерального штаба вооруженных сил СССР маршал Ахрамеев. Мне об этом подробно рассказывал министр обороны тогдашний Дмитрий Язов, маршал Советского Союза. А потом прыгнул из окна или сбросили из окна такой управляющий делами ЦК КПСС Кручина и пошли люди прыгать из окон. Просто какое-то наваждение было. Прыгали из окон люди, которые имели доступ к финансовым потокам и знали, куда уходили бабки. То же самое будет здесь. Так, по-моему, сейчас, если мы не ошибаемся, мы последние несколько лет наблюдаем череду странных смертей в нефтегазовой отрасли Российской Федерации. Все попадают из окна. Практически то, что вы сказали. Кто-то из окна, кто-то умирает от сердечного приступа, кто-то просто умирает. Ну, мы же понимаем, как умирают от сердечного приступа в расцвете силы лет. Что-то водят, укольчик какой-то делают и так далее. Да, пусть они горят синим пламенем. Мне никого из них не жалко, я даже думать о них не хочу. Мне жалко наших ребят, которые погибают от этих негодяев. А эти, то чтобы они все поздыхали скорее. Так вот, новость, когда мы с вами начали писать этот стрим, вот я буквально читаю, начался суд над генералами ФСБ, которые занимаются борьбой с коррупцией. Именно его, генералы ФСБ, обвиняют в коррупции. Генерал-майор ФСБ Дмитрий Мурышев, которого считают главным борцом с коррупцией в федеральной таможенной службе, обвиняют в получении взяток. Сам Мурышев вину не признает. И вот это происходит. И все обсуждают, что Шайбу может ли быть следующим. Дмитрий, как вы считаете? В чередах. Обвинить вообще генерала ФСБ в коррупции, это все равно, что обвинить там плотника в том, что он плотничает. Генералы ФСБ, они созданы для коррупции. ФСБ это корпорация, которая управляет Россией, которая крышует всю коррупцию, непосредственно в ней участвует. Поэтому это не коррупция с его стороны, за что его обвинили. Это явно он или скрысил что-то, или не поделился с кем-то. Что касается Шайгу, мне трудно сказать, отдаст ли Путин Шайгу на растерзание. Я не знаю, каков уровень их отношений, какова близость их друг к другу, хотя она огромна. И какова обида Путина на Шайгу. Вот что важно. Потому что близость с близостью, но если человек крепко подвел, предал и так далее, то, конечно, от гнева царя это не спасет. Будем посмотреть. Пока всегда начинается с окружения. Пока проблемы с окружением Шайгу критические для Шайгу. Но посмотрим, не исключено, что его рано или поздно возьмут. Редактор субтитров